Добрый день дорогие подписчики и зрители канала Растюхи.com Меня зовут Наталья, мой сад находится в Украине, Одесская область Эрика – вечно зеленый декоративно цветущий кустарник семейства Вересковых Если не знать, что это за растение, то где-то на торговой площадке его легко спутать с каким-то экзотичным хвойным растением которое, о чудо, способно цвести Но, конечно, это не хвойное Хотя листочки у Эрики коротенькие, острые и очень похожи на иголочки Также Эрику часто путают с вереском Считают, что верески Эрика – это название одного и того же растения И даже в магазинах можно купить Эрику с наклейкой на горшочке вереск У меня на канале есть подробное видео о том, как отличить вереск от Эрики Я оставлю ссылку на ролик в описании под этим видео Эрика – это отдельный род семейства Вересковых Ее название имеет в своей основе созвучное древнегреческое именование этого растения По одной из версий, объясняющих происхождение ее названия, речь идет о повышенной ломкости веточек растения А древнегреческое слово Эрейке в переводе означает «ломать» И ближе к концу ролика я покажу вам, что эта версия очень близка к правде Если вереск представлен всего одним видом, вереском обыкновенным То Эрика может похвастаться более широким разнообразием Известно ни много ни мало около 800 видов Эрики Наибольшее сортовое разнообразие Эрик встречается в Южной Африке Все Эрики – это вечно зеленые растения Все они цветут колокольчатыми, поникающими цветками Однако Эрики могут быть и миниатюрными кустарниками, и деревьями до 4 метров в высоту Из древесины древовидных Эрик, которая называется Бриар, делают дорогие курительные трубки Самое печальное, что на изготовление трубок идет нарост внизу ствола дерева И ради него вырубают огромные деревья Также Эрика растет в дикой природе на островах Атлантического океана На Кавказе, в странах Средиземноморья и несколько севернее в Европе Часто Эрики растут вместе с вересками в так называемых вересковых пустошах Которых очень много, например, в Шотландии Эрика очень древнее растение, живое и ископаемое Возможно, миллионы лет назад она служила кормом каким-то травоядным динозаврам В декоративном садоводстве Эрику начали использовать еще в 8 веке И на сегодняшний день выведено довольно много сортов от разных видов Эрики Которые отличаются окраской цветов Они могут быть белые, красные и разных оттенков розового Цветом листвы, зеленая или желтая Размером и формой куста, а также сроками цветения В наших питомниках я чаще всего встречала в продаже Два европейских видов Эрики Травяную и Дарленскую Оба эти вида цветут весной Самой зимостойкой считается Эрика травяная Или второе ее название Эрика румяная Без укрытия ее можно выращивать от зоны 5B То есть выдерживает она до минус 26 градусов Эрики Дарленской дают зимостойкость только до минус 20 Однако эти виды Эрики растут в виде невысокой подушки И могут зимовать под снегом с легким укрытием лапником Существуют также и летние цветущие Эрики Однако в продаже у нас они почему-то бывают редко Летом с июня по сентябрь цветут Эрика сизая и Эрика кристаллистная Оба этих вида относят к шестой зоне зимостойкости до минус 23 Также в супермаркетах можно встретить осенью в продаже цветущую Эрику изящную Эрика грацелис Но это растение переносит только совсем небольшие и кратковременные заморозки И зимовать в открытом грунте не будет У меня растут три Эрики Первые две покупались без названия, думаю, что это Эрики травяные А третья была обозначена как Эрика Дарленская Сорт Мари Хелен Этот сорт с золотистыми листочками Бутоны на моих Эриках появляются уже осенью И если зима будет теплой, они могут зацвести в феврале Выйти с цветами прямо из-под снега Но обычно цветение начинается у нас в марте А в северных регионах это может быть апрель Продолжается цветение около месяца Но затем, как и у вереска, цветы превращаются в сухоцветы И еще около месяца сохраняют декоративность, держась на растении После цветения на верхушках побегов появляются новые приросты Они также очень похожи на приросты какого-то хвойного растения Если вы хотите постричь свою Эрику, то нужно успеть это сделать до начала роста Примерно через месяц после начала цветения Уже можно постричь растение, не дожидаясь падения цветов Если вы пострижете Эрику летом, то цветение не будет или оно будет очень скудным Побеги обрезают чуть ниже того места, где были цветы Если побег не цвел, то можно укоротить его на треть или половину Эрики стригут, во-первых, для того, чтобы сдерживать в росте Потому что если им все подходит, то за 3-4 года они могут вырасти до метра в диаметре В высоту они не поднимаются выше 30-40, ну максимум 50 см Растут почвопокровной подушкой Во-вторых, если Эрику не стричь, то новые побеги нарастают в основном на концах ветвей И середина постепенно оголяется Самый главный фактор успеха в выращивании Эрики, как, впрочем, у любого верескового растения Это правильная посадка Для вересковых растений нужно делать специальную посадочную яму с кислым торфом У меня на канале есть подробное видео, как правильно посадить вересковое растение Там я показываю посадку на примере вересков Обязательно посмотрите его Я рассказываю, как подготовить грунт Как правильно сделать посадочную яму Как выбрать саженец, как его посадить и прочее Ссылку на это видео я также оставлю в описании к этому ролику Здесь я только хочу добавить, что Эрика травяная может, в отличие от вересков и других видов Эрики Расти на почти нейтральной почве кислотностью до 6,5 Но все-таки, если ваша поливочная вода имеет щелочную реакцию Нужно обязательно сделать для Эрики кислый грунт Также очень важно, что грунт должен быть легким При недостаточной кислотности и легкости грунта Растение будет иметь светло-зеленые побеги, то есть хлорозить Подкислить грунт можно, внося в приствольный круг Эрики серу Один раз в год из расчета 40 грамм на метр квадратный молотой серы Также можно проливать грунт лимонной кислотой 20 грамм на ведро воды Если вы обнаружили признаки хлороза на растении, пролейте почву кислой водой и обработайте Эрику по кроне хилатным раствором микроэлементов Для обильного цветения Эрики нужно много света в летнее время, поскольку именно летом у весеннецветущих Эрик закладываются цветочные почки Если вы посадите ее в тень, то цветение будет очень скудным Но здесь нужно найти некоторый баланс между достаточным количеством света и затенением в полуденные часы, если вы живете на юге Или, допустим, очень легкая рассеянная тень в течение всего дня Эрика, как и все Вересковы, не терпят ни пересушки земляного кома, ни долгого застоя влаги При этих крайностях растение может погибнуть или как минимум сбросить бутоны Вересковые растения не нуждаются в обильных подкормках Я подкармливаю Эрики один раз в год весной полным минеральным удобрением для рододендронов В июне и июле по листу делаю подкормку вот таким удобрением с повышенным содержанием фосфора, чтобы заложилось побольше цветочных почек С августа делаю листовые подкормки с преобладанием калия для лучшей зимовки Корни у Эрики поверхностные и можно легко их повредить, если рыхлить почву под ней Удалять сорняки лучше всего вручную, а вместо рыхления замульчировать приствольный круг сосновым опадом, корой, шишками Вредителей на Эрики я за все время ни разу не обнаружила, как и болезни Зима с 2020 на 2021 год была довольно сложной, нетипичной для нашего южного региона Был резкий перепад температур всего за пару дней из тепла плюс 10 до заморозка в минус 15 Кроме того, выпало аномально много для нашего региона снега И он был мокрым, очень тяжелым После схода снега Эрики, которые до этого уже стояли в бутонах, выглядели очень плачевно Сухие ветки, обсыпавшиеся листья и бутоны В эту зиму я поняла, почему Эрику так назвали Помните, в начале ролика я говорила, что перевод с древнегреческого ее названия означает ломкий Так вот, у двух Эрик под весом сугробов разломились побеги Обычно у кустарников просто отламываются ветви в каком-то месте от всего куста Но вот такое я видела впервые, побеги треснули вдоль Просто разошлись пополам по всей длине Я была, конечно, в шоке и очень расстроена Вот сейчас вы видели Эрику с малиновыми цветами Ей на момент съемки было 4 года А вот так выглядела самая старшая моя Эрика с белыми цветами Она росла у меня к этому времени уже 5 лет И пострадала она сильнее всех Три четверти побегов пришлось в конечном итоге вырезать Посмотрите, как выглядели треснувшие побеги Сначала я вырезала наиболее поврежденные побеги Но потом, ближе к лету, стали засыхать все новые и новые побеги И я их тоже вырезала, рассмотрела И они тоже в каком-то месте оказались треснувшими и засохли В результате вот что осталось от Эрики Выжила где-то всего четвертая часть от всего куста А третья, самая молодая Эрика, которая росла у меня на тот момент только второй сезон Не пострадала вообще И единственная из всех Эрик цвела весной Эрика средняя по возрасту пострадала не очень сильно Я удалила три побега, покормила ее весной комплексным удобрением И за сезон она хорошо наросла Таким образом, я сделала вывод, что чем старше Эрика Тем более хрупкими и ломкими становятся побеги Поэтому теперь перед снегопадом я буду закрывать Эрики большими ящиками от овощей Чтобы защитить их от веса сугробов Эрика удивительным образом оживит ваш сад зимой Раскрасит яркими красками И будет экзотической изюминкой в любое время года Спасибо за внимание Заходите на мой сайт растюхи.ком Пусть ваши растюхи растут и радуют вас